14 томов инженерных изысканий и еще 15 с описанием проектных работ. Именно такой пакет документов был представлен на рассмотрение государственной экологической экспертизы по проекту «Намыва» под Сестрорецком. Эксперты изучали документацию в течение четырех месяцев и пришли к выводу, что создание новых территорий не повредит экологии Финского залива. В результате работы государственной экологической экспертизы было принято решение о возможности реализации проекта и о допустимости воздействия на окружающую среду. Теперь слово за глав госэкспертизой, которая должна вынести свое решение в течение четырех месяцев. Таким образом, уже в конце года компания «Северо-Запад Инвест» – инвестор проекта – сможет приступить к подготовительным работам. В первую очередь необходимо создать защитные стенки, которые предотвратят загрязнение акватории. Только после этого можно будет намывать новые территории. Скорее всего, этот этап начнется уже в июле 2013 года, хотя инвестор готов выйти на площадку и раньше. На сегодняшний момент констатирую факт, что в принципе мы выполнили все те обязательства, которые относились к разработке вот этого проекта инженерной подготовки территории и получили все соответствующие заключения. Стоимость реализации проекта по-прежнему оценивается в 250 миллиардов рублей, из которых около 15 миллиардов будет затрачено непосредственно на намыв территории. По итогам экологической госэкспертизы стало ясно, что около 1 миллиарда надо будет потратить на создание так называемого мелководья, необходимого для нереста рыбы. Также на эти деньги будет создана особо охраняемая зона на территории Тарховского парка. Такого вот решения ни в одном из проектов, которые проходили экспертизы по северо-западному федеральному округу, нигде предусмотрено не было. Это, в общем-то, впервые такое решение. Это достаточно серьезное решение, которое позволит еще значительно сократить те воздействия, которые неизбежно будут в ходе строительства. Эксперты, принимавшие непосредственное участие в экологической экспертизе, положительно отзываются о создании новых территорий. С точки зрения комиссии, оценивающей этот проект, намыв под Сестрорецком не только не испортит экологическую обстановку в районе, а поспособствует ее улучшению. Мне кажется, реализация этого проекта даст нам всем, как жителям этого города, очень положительный заряд. Как в эстетическом плане, так и в плане улучшения состояния вот этих самых акваторий и территорий, о которых идет речь. Тем не менее, и в самом Сестрорецке, и в Петербурге немало противников намыло. Компания «Северо-Запад Инвест» к протестным настроениям готовы. В Сестрорецке откроется общественное приемное, где любой желающий сможет задать вопросы по проекту.